Вот такой вот стимпанк, вообще, очень крутой. Джаст вот такой вот понравился. Будет одевать его и шаманить, бегать. Это просто какое-то безумие крутых кружечек. Кому надо отогнать злые силы, все за вот этими классными деревянными пуговицами. Из ненужных вещей, когда делают вот такую артовую штуку, получается обсайклинг. Это как будто нарисовано, но это на самом деле не нарисовано. Это пейзажный агар. Камни нас зовут. Но встретимся фразами честными, задержками на двои. Губительная слабость, на двои губительная радость. Мурашки, пусы, ноги по холодному паркету. Идем сейчас в джесс-парк Сокольники. Там проходит выставка камней. А так как камни для меня сейчас имеют особый интерес, я про это уже рассказывал и расскажу еще подробнее. То мы решили сходить на эту выставку камней. Там будут представлены различные, как сказать, ну, украшения, хендмейд. Вот. Поэтому нужно посещать такие выставки, обогащаться, так сказать, обогащаться, чтобы насмотренность была, да, чтобы смотреть, что вообще, какие украшения делают люди, делают мастера, ремесленники. Поэтому мы сейчас уже подошли почти к парку. И я думаю, поснимаю, покажу, что мы там интересного для себя найдем. Ну что, ищем уже с мобильный павильон. Я надеюсь, мы его скоро найдем. Сокольники, как всегда, круто, весело. Парк, развлечения, аттракционы, классный воздух, всякие вкусности. Но, но, не сейчас. Сейчас главное найти камни. Камни нас зовут. Так, друзья, ну вот, мы нашли с вами это место, вот, мобильный павильон. Сейчас мы, тут две выставки проходят, Росарки и ювелирная выставка продаж. Вот сейчас мы туда направимся. Ой, сколько классных штук. Сколько классных штук, ребятушки. Очень крутая выставка, куча всего. Не только камни, вещи, еще всякие штуки. Поэтому рекомендую ходить, посещать такие выставки и насыщаться эстетикой не только там камней, но и вообще всего. Ребята, смотрите, мы гуляем. И мы, короче, оттуда у нас на вот такой вот пейзажный агат. Смотрите, просто это очень красиво выглядит. Как будто нарисовано, но это на самом деле не нарисовано. Это пейзажный агат. Вот такой вот бывает пейзажный агат. Класс. Ребята, смотрите, мы дошли до деревянных пуговиц. Они очень интересные. И в них даже есть своя история. Вот этих деревянных пуговиц. И здесь что-то на... Самый древний материал. Древний смысл. У нас человек от злых сил. Я с вами скваживаю. Пугать пугово. Пугач. Вот так вот, ребятки. Поэтому, короче, кому надо отогнать злые силы, все за вот этими классными деревянными пуговицами. Технику закладывала, что здесь не бывает повторов. И когда... Согласен. Смотрите, ребят, я вот тут дошел до стимпанка. А вот эта вот техника называется... Обсайклинг. Обсайклинг. Смотрите, это... Знаете, что это такое? Это из ненужных вещей, когда делают вот такую артовую штуку. Получается обсайклинг. Поэтому вот такие коты классные здесь на этой выставке есть. Ну и, конечно, стимпанк. Ну, блин, ну типа, его нельзя не любить. Он очень крутой. Он очень крутой. А давайте спросим цену. Сколько такой стоит? Такой кот. Смотрите, любая стимпанковская брошь стоит 1600. У чеширского кота зубки накапливают свет и светятся в темноте. Вот так вот. Круто. Только у него. Круто. Ребятки, вот такой вот стимпанк вообще. Очень крутой. Вот, я не знаю, что это делать. Лаком покрывать или потом лаком? Нет, лаком потом, лаком сам покрывать. Не, интересно. Ребят, посмотрите, мы крутой шмот нашли. Джек вот такой вот понравился. Будет одевать его и шаманить. Ну что, провели мы где-то час с небольшим, даже два. Мы ходили подышать воздухом, взяли аметист, камень. И как вот есть такая тема, то, что энергия у камня, он прям вот как объяснить, манит, тянет, и мне джесс понравился. Мы его взяли, чтобы он, будем использовать его, когда будем создавать браслеты, и как для фона, и как для, ну, там, украшения определенного. Вот. И он очень красивый. Поэтому мы его решили взять. Вот есть такое, что прям понравился, и камень тебя прям тянет, тянет. Вот. Поэтому невозможно на таких выставках что-то не приобрести. Мы сюда конкретно шли, чтобы посмотреть на камни, на определенное рукоделие из камней. Вот. Поэтому наша задача на сегодня, можно сказать, что выполнена. Воздух, Сокольники, прекрасно. Сейчас идем перекусить. Зашли в одно, рядом там, в павильоне, где была выставка камней, получается. Там рядом итальянское кафе, но мы туда зашли. Там очень много народу, даже негде сесть. Поэтому мы сейчас вот ошли в другое место. Идем, короче, перекусить. И продолжим, я не знаю, продолжим. Посмотрим, может быть, еще какие-то выставки здесь есть, чтобы заодно сходить. Может, какие-то выставки, про которые мы не знаем. Короче, нашли мы уже место шашлычное 1957. Значит, шашлыки у них. Главное блюдо. Музыканты живые. Шашлыки ждем. Пиво уже попробовали вкусное. Поэтому, чтобы передохнуть, просто, я думаю, отлично. И мы себе в уголочке здесь такое местечко нашли. И вот веселые песенки здесь шпарят. Вон там, ребята, короче, я не знаю, я там смогу, но... Да, там видно чуть. Я уже давно не слышал таких песен, тем более вживую. Последний раз мы вживую что-то слышали, когда были в Крыму. У меня еще есть выпуск, сколько стоит отдых в Крыму на канале. По-моему, последний раз там, да, мы слышали какие-то живые песни? В Крыму, да, когда были? Вот. Валужтя. Но сокольники прям... Сокольники класс. Вот нам пришли на... Пришел наш шашлык. Классные песни, шашлык. Сокольники реально радуют. Очень вкусный шашлык. Был очень приветливый официант. Было очень приятно. Пиво вкусное, шашлык классный. Идем дальше. Сокольники просто пушка. Ну что, мы здесь гуляем-гуляем. Нашли золотой пруд. Там, где золотой пруд, там есть белый лебедь. Вот он. Вот он вот. Так, сейчас я своими пальцами. Вон он там. И... Когда на твоем пути попадается белый лебедь, говорят, это хорошо. Вон, кстати, домик на заднем плане лебедя. Поэтому хорошо очень в Сокольниках. Кто еще не был, обязательно. Кто уже был, пстите еще раз. Ребята, это золотой пруд в Сокольниках. Есть еще пруд собачий, Джесс. Нам, мне кажется, надо скубидо к собачьему пруду отвезти. Обязательно. Это прям, ну, грех не отвезти скуба к собачьему пруду. Короче, ребятки, мы с Джесс не удержались и купили себе те две кружечки, которые только что показывают в сторис. Пеппа Пик вот здесь. Это просто какое-то безумие крутых кружечек. И, кстати, их можно, нам сказали, в стиралке. Очень круто. Я знаю, что в северных дней там нет.